Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами испечем самое праздничное печенье. Коробочка такого печенья станет прекрасным подарком на предстоящие праздники, либо же вы можете его испечь вместе с семьей, вместе с детками, на предстоящих новогодних рождественских каникулах. Рецепт этого печенья я взяла из моей книги, которая называется «Вкус праздника» и которая посвящена именно рождественским рецептам. Печенье получается очень вкусным, нежным, рассыпчатым и невероятно красивым и праздничным. Ну что ж, давайте готовить! Подробный рецепт, как всегда, будет в описании под видео. Для начала в сотейник с толстым дном отправляем яйца, щепотку соли, сахар и мед. Мед у меня темный, гречишный, очень ароматный. Я его нагрела, чтобы он стал чуть более жидким. Но вы можете использовать тот мед, который вам нравится. Все это необходимо перемешать с помощью венчика до однородности. Затем добавляем сливочное масло, нарезанное на небольшие кубики. Сотейник отправляем на средний огонь и при постоянном помешивании венчиком нагреваем. Масло должно раствориться, а затем масса должна закипеть. Дожидаемся вот буквально первых пузырьков и сразу же снимаем сотейник с огня. Теперь нужно дать время этой массе остыть до теплого состояния. Тем временем в чашу просеиваем сухие продукты. Муку, разрыхлитель и корицу. Затем добавляем ореховую муку. У меня это миндальная мука. В принципе, можно использовать любую ореховую муку. Если у вас ее нет, просто возьмите орехи и измельчите их либо в блендере, либо в кофемолке до состояния муки. Далее все сухие ингредиенты необходимо перемешать с помощью венчика до однородности. Теперь в центре делаем небольшое углубление и вливаем заранее подготовленные жидкие ингредиенты, но напоминаю, что они должны остыть до теплого состояния. И быстренько замешиваем тесто. Долго это тесто вымешивать не нужно, чтобы в нем не развивалась клейковина, иначе тесто потом будет жестким. Замешиваем быстро до однородности, до состояния шара. Сначала я это делаю прямо в чаше, а затем уже перехожу на рабочую поверхность. Тесто получится достаточно мягким, липковатым. Его удобно замешивать шпателем. Если оно будет уж совсем липким, можете еще немножко муки добавить. Но в принципе, это делать не обязательно, потому что мы сейчас тесто заворачиваем в пленочку, либо в пакет, и убираем в холодильник минимум минут на 40. В холодильнике оно охладится, и станет уже более приятным в работе, не таким липким, более плотненьким. Я его вот так вот сплющиваю, чтобы оно быстрее охладилось, и убираю в холодильник. Ну а мы возвращаемся к тесту. Когда оно хорошо охладилось, я делю его на две равные части. И одну часть раскатываю сразу на коврике или на бумаге для выпечки. И коврик, и само тесто я слегка подпыляю мукой, чтобы оно не прилипало. Раскатать тесто нужно до толщины примерно 4 мм. Далее нам понадобится вырубка. Если нет вырубки, можете использовать просто круглые стаканчики и рюмочки подходящего размера. У меня вот такая вырубка, она рифленая немножко, и диаметр ее примерно 5,5 см. Теперь с помощью этой вырубки вырезаем печеньки на небольшом расстоянии друг от друга. Тесто очень нежное, поэтому мы его сразу раскатываем, сразу вырезаем на коврике на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы не переносить, чтобы оно не деформировалось. Все лишнее тесто убираем, в дальнейшем мы его будем использовать повторно. А печеньки отправляем выпекаться. 175 градусов, пекутся они очень быстро, буквально 5 минут. Вот эти обрезки теста пока собираем в шар и убираем в холодильник. И пока первая порция печеньек выпекается, мы достаем из холодильника вторую часть охлажденного теста, точно так же раскатываем до толщины примерно 4 мм, вырезаем, и здесь нам уже понадобится дополнительная вырубка, чуть меньше по размеру. Опять-таки, если нет вырубок, можете просто взять кругленькую, какую-нибудь небольшую рюмочку или крышку от чего-нибудь, и вырезаем печеньки внутри. Убираем все лишнее тесто и внутри, и снаружи, и потом точно так же эти печеньки отправляем в духовку. Но печься по времени они будут чуть меньше. Главное, не передерживайте, не пересушивайте печенье в духовке, иначе оно потом будет жестким. Оно даже практически подрумянится не должно. Пока печенье горячее, оно достаточно мягкое, сразу же снимаем его с горячего противня, даем немножечко полежать, после чего перекладываем на решетку уже до полного остывания. Посмотрите, печенье практически даже не подрумянилось, но какое оно хрустящее, рассыпчатое и невероятно нежное. Все обрезки теста мы повторно раскатываем, вырезаем, выпекаем и делаем так, пока все тесто не закончится. Далее для сборки печенек нам понадобится густое повидло или джем, буквально по половинке чайной ложки на одну печеньку. Если у вас есть домашнее варенье, но оно, например, жидкое, можно дополнительно его проварить с пектином или с крахмалом. А печеньки с окошками сверху необходимо присыпать сахарной пудрой. Останется лишь соединить две половинки вместе, и вот такая красота получается, как будто бы праздничные леденцы. Кстати, джем используйте с кислинкой, какой-нибудь вишневый, брусничный, тогда получается очень вкусное сочетание. Из указанного количества ингредиентов у меня получилось 36 печенек. Еще хочу вам показать вот такое просто невероятной красоты керамическое блюдо со стеклянным колпаком, которое можно использовать для подачи тортика, десертов и других сладостей. А также его можно использовать для декора. Я, например, попробовала положить вовнутрь еловые веточки, шишки, елочные игрушки, добавила гирлянду, и вот такое волшебство получилось. Ну и, конечно же, пользуясь случаем, я хочу поздравить вас с наступающими праздниками. С Новым Годом! С Рождеством! Хочу пожелать вам всего самого светлого и доброго, мира, благополучия, чтобы в ваших домах и семьях всегда царил уют, взаимопонимание и любовь. И чтобы в Новом Году обязательно исполнилось ваше самое заветное желание. Ну и по традиции, желаю вам удачи на кухне, не бойтесь экспериментировать. Скоро увидимся!